Да, уважаемые друзья, мы продолжаем с вами работать, несмотря ни на какие тяжелые обстоятельства нашей местной, в том числе, американской жизни. Ну и как раз говоря о них, я вспоминаю вопрос, выглядящий немножко по-дурацки, конечно, но постоянно всплывающий в разные времена по поводу разных времен, разных эпох вопрос вины тех людей, которые окружают евреев в той или иной стране изгнания. Это напрямую связано с этой самой 47-й главой пророка Ишаягу, и вопрос этот для светского, скажем, человека абсолютен, очевиден, то есть ответ на него лежит на поверхности для любого нормального светского человека. Конечно, мы жертвы, нас, бедных евреев, таких умных, таких талантливых, таких прям пробивных, умеющих занимать места тогда, когда совсем не зажимают, тогда, когда совсем не ограничивают в правах. Нас обижают, нас бьют, и поэтому, конечно же, те, кто нас обижают и бьют, они плохие парни, а мы, наоборот, хорошие. То есть для светского человека в этом нет никакого на самом деле вопроса, это абсолютно ясная тема. Для человека верующего это гораздо более сложная проблема. Она тоже, опять-таки, как я сказал, выглядит немножко по-дурацки, потому что мы с вами прекрасно говорили, неоднократно упоминали, что Мегалгелин Хувалиды и Хаяб есть такое прекрасное таламудическое выражение, что любые неприятности, любые бедствия приходят к человеку с помощью неприятных, бедовых людей. То есть плохое приходит с помощью плохих людей в качестве посланников, которые доставляют нам всякие гадости, выбираются отвратительные люди. И поэтому мы, безусловно, прекрасно с вами знаем этот ответ и постоянно его используем, когда нам говорят, вот, вы веруете в то, что все, что к человеку приходит, приходит ему типа за грехи. Тогда получается, что те, кто били евреев, ну, вопрос этот, как вы понимаете, простирается вплоть до Холокоста, вплоть до самых ужасных исторических ситуаций. Тогда те, кто били евреев, они, значит, исполнители Божьей веры, в воле, значит, они молодцы. Ну, конечно, Хас Вишолом, не дай Бог, такое сказать вслух, тем даже подумать, что какие-то страшные люди, которые убивают других людей, они молодцы. Что не исключает, в общем-то, того важного, основополагающего указания, которое мы все время делаем, о котором мы все время говорим, что, да, вина тех, кто получает наказание, вина тех, к кому посылают этих погромчиков злодеев, она, конечно, присутствует и никого просто так, без всякой вины, не бьют и не уничтожают. То есть, это отдельный большой разговор, и все-таки, все-таки, как формулировать, как правильно объяснять эту вину наших врагов, которым фактически нас подает творец, чуть ли не на блюдечке с голубой каемочкой, для того, чтобы эти враги нас сожрали. То есть, творец им разрешает это делать, согласно нашим позициям религиозным, согласно тому, что мы понимаем, когда говорим вообще о процессе человеческой истории, прежде всего, конечно, истории еврейской. Ну и если нас подают нашим врагам на блюдечки, и наши враги нас пожирают, то почему после этого эти враги, даже в святых книгах, как мы сейчас читаем, в этой самой 47 главе, когда речь идет про Вавилоня, эти враги объявляются злодеями, эти враги объявляются какими-то страшными монстрами, которые наделали делов, наделали гадости евреям, они наказывали еврейский народ за грехи евреев. Ну пусть, допустим, допустим, для того, чтобы наказать евреев, как мы уже сказали, выбраны очень плохие люди. Так надо их наказывать за то, что они плохого сделали. То есть, они уже плохие, надо так понять, по тексту Талмуда, по всем объяснениям, они уже плохие тогда, когда они начинают наказывать евреев, так наказывайте их за то, что они сделали плохого до того, как начали этот ужасный еврейский погром, до того, как начали убивать евреев. Ну а за то, что они начали убивать евреев, уже их наказывать не следует, казалось бы, потому что или это страшная несправедливость и злодейство, за которое надо наказывать. Ну такой, опять-таки, я говорю, дурацкий немножко вопрос. По-дурацки звучит для уха верующего человека, но в принципе какая-то все-таки логика минимальна. Должна же быть или это страшное злодейство, весь этот перманентный, проходящий всю историю человечества, еврейский погром, или это никакое не злодейство, это просто вынужденная ситуация, в которой оказываются евреи по своей собственной вине. Ситуация, в которой никого, кроме самих евреев, нельзя обвинять, если быть абсолютно честным. То есть люди ведут себя неправильно, по отношению друг к другу, по отношению к Богу, и в результате попадают в положение, в ужасное положение, в котором страшно страдают, в котором гибнут. То есть или это заслуженная кара, и тогда исполнители этой кары очень тяжело ругать, так же, как очень тяжело ругать, например, человека, который называется Хазан. Вы знаете, есть такое чудесное слово Хазан, которое в современном еврейском языке, конечно, используется для обозначения кантора, который проводит молитву, выходит к амуду и начинает петь барху, и с ашема мурахами. Это Хазан. В современной терминологии, но в старинной талмудической терминологии Хазан это другое. Это исполнитель приговора в раввинском суде. Это хороший еврей. Никто не говорит, что для исполнения приговора в раввинском суде выбирается какой-то, не дай бог, злодей. Человек, который в старые времена в раввинском суде, например, должен был бить людей, выдавать им 39 ударов ремнем, как мы с вами прекрасно знаем и помним по Торе и Талмуду. Человек, который должен был отрубать еврейские головы мечом, хазан. Так? Это что? Человек, который выбирался по принципу его каких-то негативных, нехороших качеств, неправильных правил поведения. Ни в коем случае это был нормальный еврей, который, ну что делать? Выбирался на эту должность, потому что кто-то должен был это делать, кто-то должен был лишать жизни преступников. И здесь нету никакого мегалгелем хували да и хаяф, что мы, видите, плохую вещь делаем с помощью плохих людей. То есть я, конечно, очень прошу прощения, что выбиваю сейчас чуть ли не табуретку, чуть ли не из-под ног. У людей, которые, в общем, уже привыкли к этому замечательному объяснению, что да, конечно, еврейский народ миноват, когда его наказывают, но с другой стороны и люди, которые его наказывают, это плохие люди. Да, 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 все правильно. Люди, которых Творец выбирает в этом случае, когда речь идет не про хазана, не про исполнителя приговора в раввинском суде, а про банальных погромщиков, конечно, это отвратительные люди, и Творец именно их выбирает, все это мы с вами знаем. Но все-таки само действие вот этого вот погрома, само действие этого наказания евреев, оно должно быть как-то четко определено. С этим надо как-то разобраться. Или это ужасное действие и злодейство, тогда вопросы уже будут гораздо более серьезные, вопросы уже будут к Богу, а не к евреям и к злодеям. Почему он такого безобразия, значит, пропускает мимо своих глаз божественных. Или это замечательное правильное дело, вынужденное, страшно выглядящее, но по сути правильное. И тогда исполнителей приговора хотя бы за это критиковать не следует. А что тут происходит у нас в 47 главе? Сейчас мы с вами увидим, что, казалось бы, на Вавилон и Вавилонян, на Вавилонскую армию, на ее маршалов и на самого товарища, на Вуходоносора, наезжают именно за то, что они делали плохо евреям. Хотя абсолютно ясно, прямую, ну, без всяких элементов, возможностей трактовать это неоднозначно. В Талмуде написано, что все эти моменты наказания для еврейского народа, все эти моменты неприятностей для еврейского народа, это было божественным наказанием, божественной справедливостью. Если это так, то зачем мы ругаем Вавилонян? Вот это вот основная тема. В общем-то, для начала этого нашего урока я, с вашего позволения, переключу сейчас нас с вами на эту самую посылку и покажу вам, что здесь происходит. Это у нас с вами пятый стих, мы, собственно, там и остановились, не знаю, еще увеличивать, не увеличивать, давайте, давайте еще раз, еще увеличим, пожалуйста. Вон этот замечательный пятый стих у нас с вами, да. Шеви думам, сиди безмолвной, увой бахоших и войди во тьму. Бат каздим, дочь вавилонская. Ну, неоднократно в разных местах, в тонах упоминается вот это выражение. Дочь такая-то, именно дочерью или там бетула, девственницей, называется «Дух народа». И мы с вами в разных курсах лекции об этом говорим. Так вот, Бат каздим, в данном случае, дочь вавилонская, вот это вот выражение Бат, да, дочь каздим. Каздим, это, как вы понимаете, прекрасно, халдеи, да. В известном неправильном варианте транскрипции, то есть, другое название для вавилонян. То есть, этот народный дух вавилонский должен, видите ли, сесть в безмолвии и войти во тьму. То есть, действительно исчезнуть, быть стертым с лица земля. То есть, вавилон просто прекратил свое существование в этом страшном для него периоде истории, когда вместо вавилонской империи на первый план в регионе вышли персы. Персы совершенно чудовищно, полноценно, совершенно никого не жалея, истребили вавилонян. Столько, сколько могли. Сравняли все с землей, там, в общем. Как в старые добрые времена частенько это все происходило, когда одна страна побеждала и захватывала другую. То есть, прям стирали с лица земли. Ки-ло-то-си-фи, что больше не добавят, икру-лах называть тебя геверет мамлахот госпожа царств. То есть, вот это вот самоуверенное состояние, как там в комментарии Мальвим пишет, вот это вот состояние, когда ты думаешь, что весь регион, весь мир фактически лежит у твоих ног и будет тебе постоянно подчиняться и называть тебя не бат, дочь, а именно, вот это вот слово замечательное. Геверет, госпожа, госпожа всего и вся, госпожа мамлахот, царств. И это состояние заканчивается. И на этом ставится жирная окончательная точка. Ну, я вам напоминаю, что пророк Ишайя живет в то время, когда вавилон только поднимается, только начинает показывать свою силу в регионе еще. Много-много лет до того, о чем здесь говорится у пророка Ишайяку, это пророчество на долгий срок выдано, но, тем не менее, действительно все именно так и произошло. И если мы посмотрим дальше, на следующий шестой стих, мы обнаружим, что дальше, так сказать, дальше больше. Кафацти аль-Ами. Я прыгнул. Прям редкое выражение. Удивительное, резкое выражение. Прыгнул я на мой народ. Кафацти аль-Ами. Имеется в виду, набросился. Вот Творец, говорит, что он набросился на свой народ. Говорит, что он хилель, видите? Хилалти, осквернил я на халати наследие мое. Это еще что такое за, чуть ли не сказать, самообичевание со стороны Всевышнего. Ну, конечно, такой термин абсолютно безобразен и неуместен в отношении Творца. Тем не менее, что такое? Я бросился на свой народ и осквернил свое наследие. Имеется в виду, что в момент тогда, когда этот народ заслуживал гнева, этот гнев таки был выпущен порцией, и он попал на голову евреев. То, что мы сейчас с вами обсуждали, здесь говорится буквально прямым текстом. Про блюдечко с голубой каемочкой. Ва этнем баядех. И поместил их в руку твою, баядех. Обращение к дочери Вавилона. Так сказать, к народному духу Вавилона. Обращение здесь. То есть, я наказывал своих евреев и отдал их в твою руку. Ну и что теперь? Учитывая наши рассуждения, что надо было делать, если это справедливое наказание. Неожиданная претензия. Ло-самт-ла-хэм. Не поместила ты им, не дала ты им. Рахамим. Милосердие. Минуточку. Для чего еврейский народ был предан в руки вавилонянам? Для того, чтобы они им дали денег побольше, вавилоняне, евреям? Для того, чтобы они им что-то хорошее, приятное сделали? Свозили их на курорт или в изгнание забрали? Совершенно непонятно. Что за претензия? А ты не проявил милосердия, уважаемый вавилонянин. Ну, конечно, не проявил. Должно было наказывать евреев в этот момент, поэтому и не проявили милосердия. Какая-то странная претензия. Давайте мы сейчас очень важный комментарий Мальвима вот именно на этот пасух, который во многом, в общем-то, проясняет все это довольно тонкую, хотя и выглядит еще немножко дурацкий, постановку вопроса про вину людей, производящих все эти ужасные действия, организующих и исполняющих наказание для еврейского народа. Так вот, ты не дала им милосердия, и дальше конкретная такая деталь. Аль-Закен на старика, для старика. Их-бад-т-у-лех, утяжелила ты бремя свое, ме-од-очи. То есть каких-то несчастных стариков, в том числе еврейских, там нагружали какими-то непосильными работами, мучили этих стариков. Давайте мы с вами покрутим страничку вниз и откроем этот обещанный комментарий Мальбима, который вот-таки, да, здесь должен быть очень важен. Да, вот он, я его узнал. Значит, говорит он следующую вещь. Что означает? Я бросился на свой народ. Вот, пожалуйста, вам сравнение. Ну, вообще, порой некоторые, так сказать, притчи, сравнения, которые приводят наши комментаторы, сильно упрощают понимание той или иной проблемы вообще еврейской истории. Медаме Аиньян сравнивает это дело. Давайте я еще увеличу, что ли. Меня все им просят увеличивать. Оно уже, кажется, предельно увеличено. Вот. Сравнивает это дело с Исраиля, да, еврейского народа. Бият Бавель в руках вавилонян. Ке-бен-хори. Как человек свободный, сын свободы. Имеется в виду уважаемая личность. Свободный человек в данном констексте. Это человек действительно очень уважаемый. Не раб, не чей-то слуга. Свободный, самостоятельный, обеспеченный человек. Шемарат Беавив. Шемарат Беавив, который взбунтовался. Вот оно, это замечательное, четкое, прописанное, мальбимум, слово марад. Взбунтовался против своего отца, Беавив. И что же сделал папа? Воеднеу, Абив, и отдал его, Абив, тахат, яд, под руку, ишблияль, человека мерзкого. Ну, обещанное, ишблияль, человек отвратительный. Мерзкий. Вот оно, пожалуйста, у мальбимум. То есть, вот это вот таламудическое правило, что выбирается для наказания евреям в данной ситуации, когда речь идет про наших врагов, погромщиков. Действительно, наиболее отвратительный человек, это, конечно, здесь у мальбимума присутствует, ли они, что для того, чтобы его наказать. Ну, хорошо, что дальше? Ваетен оз. И дал силу, а мисра и власть, беят в руку, аблияль, алас, подлеца, миряка этого. То есть, отец этого замечательного молодого человека, обеспеченного, свободного, такого уважаемого молодого человека, отец дал достаточно власти в руки этого ишблияль, мерзкого человека, для чего, для того, чтобы он, ехбош, захватил этот бно сына его, в ерде бо и наказал его. Редуяль, в данном случае, там, командовал им, наказывал, гонял его, как следует. Что происходит дальше после этого? Совершенно неожиданно выясняется вот что. Ене, аблияль, алас, вот мерзяк этот. Что вы должны про него знать? Айяло, было ему. То есть, следовало ему. Ласум аль либо. Поставить на сердце свое. То есть, этому мерзкому человеку, погромщику этому, следовало бы учесть шней дворим две вещи. То есть, от этого мерзкого человека требуется учесть две вещи. Видите, алиф со скобочкой. Вещь номер один, которую этому мерзкому человеку в момент осуществления его миссии, Момент осуществления этого наказания надо было учесть. Ше-ра-уй ле-рахэмалав. Что достойно смилостивиться над ним. Минуточку. Ребенок передан для наказания. Да, конечно. Он передан для наказания. Но, тем не менее, почему-то, сейчас попробуем понять почему, Тот, кто должен наказывать этого ребенка, должен проявить к этому ребенку милосердие. Собственно, это написано прямым текстом в этом самом замечательном пасуке, который мы только что прочли. То есть, претензия к вавилонянам именно в этом заключается. К дочери Вавилона, которой, видите, Лос-Ант-Рахамим, она не поместила милосердия, не проявила милосердия в отношении несчастных евреев, которые были преданы ей в руку. Ки-бен-гдой-ли-мгу. Потому что сын великих он. Потому что этот молодой человек, на самом деле, и по своему происхождению, и по своим способностям, он выдающийся молодой человек, и оценивая его выдающиеся способности, этого молодого человека, оценивая его вклад, в уклад, в мир, который вокруг нас, наказывать его как надо, деликат. То, что он под его рукой. Вот эту вот фразу, уважаемые друзья, надо нам с вами выделить. И на ней поставить основное ударение в этой всей идеологии наказания еврейского народа с помощью врагов, всяких негодяев, с помощью изгнаний. Достаточно ему того наказания, которое проявляется в том, что такой замечательный молодой человек, такой умница, со всех сторон красавец, оказывается под рукой, под властью негодяя, под властью подлеца. То есть достаточно самого факта передачи такого прекрасного молодого человека в распоряжение такого ужасного человека, как этот Бен Блияль. Что это значит в исторической перспективе, давайте сейчас поймем. Но это только первая вещь, которую должен был учесть нехороший дядька, которому предан в руки молодой человек для наказания. Есть еще бед, вторая вещь. Ша-ми-сра-а-шер-бы-я-до. Шо власть, которая в его руке. То есть та власть, которая дана этому нехорошему дядьке над прекрасным молодым человеком, ло-е-эрах, не будет долгой. То есть дядька должен понимать, что если это такой выдающийся молодой человек, замечательный, который на самом деле так любит папа, то вот это вот состояние дел, при котором этим прекрасным молодым человеком командует неизвестно кто, долго не продлится. Рак только, коль от, все еще, все время, ше-якцов, а аф, пока будет гневаться папа, аль-бно на своего сына. То есть пока папа будет недоволен, пока папа посчитает нужным продолжать показывать своему замечательному сыну, что тот не прав, продолжать отдаляться от своего замечательного сына, тогда, да, вот на этот период времени власть будет дана этому плохому человеку. А валь-но, это время, ехбат уло, когда он, значит, будет утяжелять бремя свое, этот нехороший человек, аль-а-бен, до его сына, на этого сына, то есть все то время, пока, значит, будет тяжелая работа на этом сыне, пока этот сын несчастный будет подчиняться плохому человеку, которому он предан для наказания. Это будет вот тот период, пока папа гневается, ад-ши-ави, до того, что папа, ир-э-бе-он-йо, увидит его страдания, этого сына, верахэм, алаф, и с милостивится над ним. То есть, не так долго, скорее всего, продлится вся эта процедура с наказанием ребенка. Родители на своих сыновей, причем на таких замечательных сыновей, долго не сердятся. Алло, разве не аз тогда, и как эта мисра заберет власть ми-я-до из его руки, то есть, как только закончится период наказания, власть у плохого дядьки заберут. Значит, именно по поводу вот этих двух деталей, что, во-первых, сын замечательный, достойный милосердия со стороны того, кому он предан в руку для наказания. А во-вторых, папа долго не будет сердиться на этого сына, и поэтому власть наказывать этого ребенка надолго не будет дана этому плохому человеку. Вот эти два аспекта плохой человек должен был сразу учесть. И что делать? А вот что, продолжает Марбер, аль-Айньян по делу а-алев, номер один, по поводу замечательности молодого человека и достойности милосердия. Омер говорит, ене анухи, вот я, обращение к Вавилону, так сказать, от имени Всевышнего, кафатсти аль-Ами, прыгнул на мой народ, то есть я прям напал на своих евреев, говорит, творец, сокращение, валь, еды, кены, с помощью этого хилалти на халати осквернил мое наследие. Что это значит осквернил? Ход сети вывел этнохалати мое наследие, миг душата из святости его, то есть лишил статуса святости свое наследие, своих евреев, говорит, творец, вэси фарта и красоты его, да, лишил святости и красоты, лахоль, да, значит, для того, чтобы перевести на уровень хулин, да, будничного, не святого, с помощью чего? бамэше на-та-тим-бе-я-де именно с помощью того, что я предал их твои руки. Смотрите, какой это пшат. Простой смысл этого стиха. То есть уже с помощью того, что еврейский народ был передан под власть вавилоняну, уже с помощью этого творец прогневался на свой народ и предал свой народ на поругание. То есть фактически самим моментом захвата Святой Земли вавилоняне уже исполнили этот приговор против евреев. Дальше что? А дальше самое интересное. Дальше есть варианты. Например, бедные евреи, которые бегут из полыхающей Европы то ли от Первой, то ли от Второй мировой войны прибывают в Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки могли по-разному отнестись к этим беженцам. Вообще Соединенные Штаты Америки по-разному могли отнестись к этим евреям. И не только к евреям, вообще к любым людям, которые приезжают сюда без гроша в кармане просят убежище, например, учитывая, что они уже приезжают без гроша в кармане, их можно было бы так запрячь, над ними можно было так издеваться, такие соки из них вытягивать жизненные, что вавилонское изгнание живо вспомнилось бы этим евреям, которые приехали в Соединенные Штаты. Так и нет, никто ни из кого никаких соков не пил, никто ни над кем не издевался, до того, что наши величайшие мудрецы и законодатели именно по результату изгнания евреев в Америку, а это изгнание до голода, мы с вами живем в изгнании, назвали Америку Медина Шельхесет, страной милости, или Малхус Шельхесет, царством милости, и той в Шебеэйсах, и благим элементом, благой стороной личности Исава, как только хотите, сколько прекрасных слов сказано про Америку нашими выдающимися раввинами, потому что да, конечно, присутствие еврея в изгнании это наказание, но как мы видим, оно может быть очень разным, ну это опять-таки я еще раз говорю такая очень простая вещь, ну ее надо очень правильно понимать и знать, как объяснить при случае всю эту теорию, так вот уже с тем фактом, что Израиль, ну иудея в данном случае, была захвачена Вавилоном, тем фактом уже наказание осуществилось, то, что я, говорит, творец, предал своих детей в твои руки, дочь вавилонская, я уже наказание осуществил. Дальше начались свободные вариации вавилонян на тему божественной кары, данной еврейскому народу, ибо свободу воли, конечно же, никто ни у кого не отбирает. Вегаялах и было тебе, следовало тебе, лизкор, помнить, шегем ами, что они мой народ, венахалати, и мое наследство, и поэтому гаялах, следовало тебе, дочь вавилонская, лизкор, помнить, кидай, что достаточное им, онеш, наказание, достаточное им того наказание, бамэ шехилалтим, в том, что я их осквернил, веэтнем беядэх и отдал их твою руку, беяд шафальказэ, руку низкого такого, то есть руку идолопоклонского народа, который, собственно, не создал никакой выдающейся культуры, ничего не сделал в мире, только разрушал и захватывал, как мы неоднократно с вами уже говорим, веатта, а ты, Вавилон, лот дай, недостаточно, мало того, что шело, что не самт лаэм рахамим, не поместил им милосердие, ну, вы видите, в кавычках, это все время цитаты из пасука, да, видите, он приводит цитаты из пасука, их прямо вот так вот замечательно объясняет, вставляя маленькие кусочки реплик между кусочками из этого пасука, то есть, мало того, что не дала им милосердие, рейш лаэм, рот селомар, хочет сказать, шело самт лаэм арахамим, а миюхадим, что ты не дала им милосердия особенного, вот это слово, да, миюхадим, где оно у нас, определенного особенного милосердия еврейский народ не получил, то есть, того особенного отношения, на которого, на которое мог претендовать, там, дефис, наследие творца, арауй, лаэм, достойного для них, беяхуд, специально, митсад, шеем, со стороны того, что они, ами, мой народ, винахалати, и мое наследство, мало того, что ты им этого не дала, особенного милосердия, кигамарахамима колили, также милосердие общее, общечеловеческое, которое, ну, любой народ должен проявлять к пленникам, к несчастным, жидевской конвенции, в конце концов, же существует какая-то, ну, может быть, она тогда еще не была всем широко известна, во времена, когда вавилоняне порабощали евреи, но даже, вот это, общечеловеческое, обычное милосердие, ло, риханта, а леем не проявил, для них, не смело стивился над ними, ки, что, продолжение пасука про этих несчастных стариков, кигам, что так же, вот он, вот эта цитата, аль закена, старика, их бат, у лехты, утяжелила свое время, меот, очень, то есть, не жалели, ни старых, ни малых вообще, безобразно относились к евреям, негет, а тева, против природы, это очень важно, мальвим, видите, негет, это против природы, против естественного отношения, шемерахами, что, жалеют, аль, азакен, старого человека, леокель, наоборот, у ло, чтобы облегчить его бремя, вот это вот мальвим, классический, в принципе, неплохо бы запомнить, где он находится, да, это у нас с вами, мальвим, мальвим, мемзайн, да, вот он, 47, написано, что это не проверено, ничего страшного, я могу сказать, что это уже проверено, комментарий правильно переписан, да, 47 глава, 6 стих, да, вот здесь мальвим, это все дело объясняет нам, ну, давайте вернемся назад, к пасукам, и посмотрим, что там дальше происходит на эту тему, тут все дальше уже довольно просто, вот, в 7 стихе написано следующее, ватомри, ты говорила, ле уля мэгье, вовеки буду, ну, это, второй пункт, да, первый пункт, это то, что сын, которого передают плохому человеку, это хороший сын, на самом деле, замечательный, важный такой человек, этот сын, и это нужно было помнить, это предыдущий пасук говорит, что нужно было проявить к нему особое милосердие, особое отношение, сейчас вторая вещь, которую должен был помнить, хулиган, который наказывает сына, потому что власть хулигана долго не продлится, то есть, ты сказала, ле уля мэгье, вовеки буду, геварет кем, вот это слово, геварет, госпожой, то есть, вовеки буду командовать, адло самт эле, до того, что ты не поместила, смотрите, эле, этих, аль, лебех, на сердце свое, то есть, ты не поместила эти на сердце свое, в принципе, у Мальбема получается, что эти, которых, не поместила на сердце свое, эти вещи, эти детали, на которые не обратила внимания, так сказать, дочь Вавилонская, это вот эти две детали, о которых он говорит, статус наказуемого, и отношение того, кто наказывает, то есть, что переданный в руки нехорошему человеку молодой человек, он на самом-то деле молодец, хороший молодой человек, и то, что предавший в руки для наказания этого молодого человека его отец, конечно же, любит молодого человека и долго не будет сердиться, вот эти две вещи, эле, эти, ты, говорит, дочь Вавилона, Мальбема объясняет, не поставила себе на сердце, не приняла близко к сердцу, не поняла, Лоза Харт, а Харита не вспомнила завершение ее, то есть, ты не вспомнил, чем это все должно закончиться, то есть, до того, как здесь объяснит, например, Мальбем, ну и, давайте, по-простому Раши, откроем, даже, даже Раши, здесь очень просто и хорошо это все объясняет, видите здесь, да, ты сказала, Батумри, Бильвавех в своем сердце, Леоламы, Гега, говорит, во веки буду хозяйкой, в Эйн Пур, а ну ты, нет бедствия, Балая, которое придет на меня, ничего со мной не будет, то есть, вот эта вот уверенность, что, пир продлится вечно, праздник, не закончится никогда, виадавара за эта вещь, Исиаха, привела к тому, что, анш, лос, сам, элэ, а макот, ты не поместила эти удары, ну в данном случае, видите, слово элэ, эти, Раши объясняют, не совсем так, как получается у Мальбема, как причины неправильного поведения Вавилона, а именно макот, удары, элэ, эти, в данном случае, это те наказания, которые обрушатся на голову в Вавилонинам, шиявой элай, которые придут на тебя, эллибек, к твоему сердцу, ты не поместила, не подумала о этой наказании, в лозахар, ты не вспомнила, а харита, шелера, атех, значит, конца, завершения, целостности своего зла, шиасид, который это и сделал, то есть, не смогла оценить уровень собственного зла, так пишет Раш, ну Мальбем, соответственно, по-своему это все объясняет, видите, он говорит, что это Иньян Бет, вторая вещь, которую он упоминал, что не подумала дочь Вавилонская о том, что наказание долго не продлится, что папа долго гневаться не будет, что вот эта вот месра, власть, которая дана, она не продлится долго, только пока папа будет гневаться, а Афбомаром, папа в высотах, так сказать, папа высший будет гневаться, и что нужно недолго ждать до того, как милосердие Творца будет проявлено, 70 лет прошло до того, как еврейское государство было восстановлено после Вавилонского изгнания, как вы знаете, и что после этого Тихарет, Мемшалтыха, будет уничтожена твоя власть, ну и поэтому как раз по суке написано, вот ты говорила, что ты будешь вовеки госпожой, и, значит, вообще ничего не поняла, не поняла дочь Вавилонской, что эта власть продлится недолго, вот, Вло Захарт не помнила, а Хариташ, Эля Давар, конец этой вещи, Келевесов, что в конце, внимание, ядро Шашем спросит Бог, домам кровьих миядех из руки твоей. Ну, конечно, уважаемые друзья, здесь все-таки остается вопрос. Не скажу вопросик, может быть, и не надо говорить вопросище, но остается некая проблема. Как говорится, Мемоновшах, есть такое замечательное таламудическое выражение, или так, или так, если ты говоришь, что Всевышний, как здесь написано, ядро Шашем домам миядех, взыщет Бог их кровь из руки противных вавилонян, такие злые, нехорошие люди, если ты так говоришь, значит, момент вот этого наказания, момент этого избиения евреев, это что, личная инициатива вавилонян, что ли, это что, значит, они вышли за рамки, то есть, они должны были просто принять у себя евреев, в смысле изгнания, не помогать им, может быть, особенно как-то, да, но и не издеваться, не устраивать резню, например, да, то есть, вот так они должны были себя вести, потому что, если ты говоришь, что они должны были себя так вести, то есть, если ты говоришь, что все эти евреи заслуживали этих наказаний, которые вавилоняне им дали, то тогда, почему Всевышний должен с них это взыскивать, то есть, если ты говоришь, что момент резни, который учинил, например, Навуазарада со своими приспешниками, любимый помощник Навуходоносора, когда он пришел в Ярушилаев, что вся эта резня была неправильной, что вся она была недостойная, и поэтому вавилонян будут наказывать за эту резню, тогда, извините, как это может быть с точки зрения божественной справедливости? То есть, дворец спокойно подождал, пока евреев всех в Ярушаламе перерезали. Глядел, глядел на это, вот, после этого как бы сказал, да, нехорошо получилось, и решил наказать вавилонян за их злодейство. Это как? Может быть, такое? Нет, такого быть не может. Хорошо. Значит, если такого быть не можешь, значит, вариант другой. Значит, евреи, которые там погибли, они заслужили своего наказания за то, что они были двопоклонниками, за то, что они были злодеями, они были убиты за свои грехи. Тогда, минуточку, почему мы говорим опять, что вавилоняне плохие. То есть, они сделали отвратительную работу, она очень неприятная, грязная работа. Ну, опять-то, возвращаясь к понятию Хазан, человек, который исполняет приговор в раввинском суде, его кто-то за это наказывает, ему за это платят зарплату, уважаемые друзья. Они говорят ему такие плохие вещи. Обидно, человек исполнил высшее предназначение, сделал грязную работу. Вместо спасибо, что он слышит, ты, дочь Вавилона, я тебя затру в порошок. Как это понимать? Ну, опять-таки, поскольку вопрос дурацкий, дурацкий, простой очень, но постоянно возникает, чтобы дать ответ на этот вопрос и разобраться с ним, претензии, конечно, не в справедливости или не в справедливости наказания. Наказание, конечно, если оно происходит, оно справедливо. Но, в отличие от Хазана, человека, который был на работе, на тяжелой, грязной, но святой работе, например, отрубать голову еврею, который какой-нибудь серийный убийца. Да ладно, серийный, почему? Просто убийца. Человек, который умышленно убил другого человека, лишил его жизни, есть ясные свидетельские показания, ему пришлось впаять, пришлось его приговорить к смертной казни. Должен быть человек, который так ненавязчиво, легким, молниеносным движением, отрубит ему голову мечом. Кто-то должен это сделать. Какой-то еврей, кошерный человек, который утром идет на молитву, надевает твелин, потом идет домой завтракать с женой и с детьми, проверяет у детей домашнюю работу. После этого идет в раввинский суд, берет меч и отрезает голову еврею. Он на работе. Вавилон не на работе. Не-не-не-не-не-не-не-не, это не Хазан. Кто тебя поставил на эту работу? Да, конечно, Всевышний дал тебе все эти возможности. Но он к тебе не обращался лично, Всевышний, и не говорил, знаешь что, вот тебе список всех, кого нужно зарезать в Иерусалиме. Давай. Вперед, родной. Ничего подобного. Он дал тебе возможность, он как бы благословил твою силу, как мы это видели с вами. Ну, например, когда речь шла про персов. Мы с вами недавно совсем читали в прошлой главе, как там Творец дает силы персидскому войску, там они всех рвут на части, побеждают. То же самое написано про водного Ходоносора. Несколько раз в Танахе пророк Ермиягу написано «Навукадрес равди, Навуходоносор раб мой, говорит Всевышний». Да. Очень сильное выражение. Только что этот раб Всевышнего, раб Божий, Навуходоносор, понимаете? Есть раб Божий Моисей, и не рядом быть помян, раб Божий Навуходоносор. Да, так в Танахе написано. Так это раб Божий Навуходоносор, никаких конкретных указаний на тему того, кого резать, в каком объеме осуществлять наказание, не получилось. И поэтому тут возникает такая замечательная идея, которую мы с вами видим в прямом тексте Торы. Я уже сейчас не буду это открывать, я на секундочку уйду отсюда и вам его просто напомню, эту идею. Называется она «Макеле Гогеха» «Ограда для твоей крыши». Знаете, это заповедь, которая в наше время очень так часто и с большим остроумием трактуется в смысле «крыши головы». У нас сейчас очень популярно называть голову крышей, крыша едет, уже съехала. И в общем в святых книгах эта идея поддерживается. То есть «Гогеха» «Твоя крыша, твоя голова» это принятое, нормальное, кошерное объяснение этого пусука, что нужно делать ограду для твоей крыши, то есть в аллегорическом понимании этого места нужно следить за работой своего разума, своих мозгов, ограждать их от неправильных всяких умозаключений движений. Но в простом смысле, что там написано в Торе, просто в Торе, что написано на тему этой ограды для крыши, почему ее надо действительно делать? потому что, как вы помните, они там на крышах постоянно чем-то занимались, для них крыша это было место, где могли и пикничок устроить, и Тору посидеть, поучить, что неоднократно упомянуто в наших талмудических источниках. Вот на этих плоских крышах они там находились постоянно, поэтому если нет загородки, можно упасть. Так что там написано? Лотосин да мимбэвэйтеха написано. Не помещай кровь в свой дом, ки еполь ануфэль мюмену, потому что упадет падающий оттуда. Что за выражение еполь ануфэль? Упадет падающий. И Раши там, я напоминаю вам, это просто Раши там на месте комментирует, говорит, что этот который упадет с крыши, он нофэль, он падающий, он так называется, это его имя падающий, потому что он, Рау или Поль, говорит Раши, ему достойно упасть. Если он с твоей крыши упадет, если он свою башку обмостовую, не дай Бог, конечно, размажит, значит, так тому и быть. Люди, случайно головами обмостовую, так, чтобы, извините, мозги в разные стороны, не стукаются. Значит, так и надо. Тогда в чем дело? Зачем мне эта ограда? Лутасим, дамим, дэвэйтехо. Не делай так, чтобы это произошло в твоем доме, не создавая обстоятельств, при которых эта смерть будет исполнена твоими руками, потому что ты опять-таки, как и тот Вавилон, никем не избран на эту должность, ты не назначен, как Хазан, несчастный, бедный, который должен был исполнить. Почему несчастный бед? Человек делал митсву, что я его постоянно жалею, что я про него плохо говорю. Замечательный, палач, прекрасная работа. У нас все должности почет. Митсву делал человек. В Беар Таараме Кирбехов в Торе написано, истреби зло из среды твоей. Вот все, взял меч, пошел истреблять. Прекрасно. После завтрака с детишками, все, пошел, отрезал голову еврею. Молодец! Ты с твоим отсутствием загородки на крыше. Ты не молодец никакой. Не, не. Потому что ты не знаешь, кто назначен на какую должность, кто что должен делать. Ты вон создал обстоятельства, при которых нофель, падающий человек, который должен умереть, прямо у тебя там перед домом разбил башку, так ты будешь наказывал. За что? За то, что в твоем доме произошла несправедливость? Ни, Боже мой, никакой несправедливости не произошло. А за то, что ты избрал себя, самовыдвинулся, самовыдвиженцем стал, для того, чтобы это наказание твоими руками произведено было. Вот такая удивительная вещь. Потому что вроде как справедливое наказание. Вроде как хорошее дело. Ну, раз оно справедливое, значит хорошее дело. не. Оно справедливое, но нехорошее. Оно вынужденное. Справедливое, вынужденное, нехорошее дело. Оно должно произойти. Оно произойдет обязательно. Никуда не денется. Божественная справедливость найдет своего адресата. Медаль награда. Найдет своего героя тот. Даже никакого минимального сомнения быть не может, но не будь тем, кто эту медальку будет вручать. Отойди от этого. Не участвуй в этом. Поэтому тогда, когда вовела нянина вузарадан резал евреев в Иерушалайме, он, конечно, убивал виновных. Конечно. Но кто заставлял его это делать? Кто заставлял именно его брать нож и резать людей? Никто его этого делать не заставлял. А что было бы, если он отказался? Мы не знаем. Ураган, цунами, смел бы просто маленькие фигурки, шашечки со столешницы всех этих злодеев еврейских. Неизвестно. Творец бы как-нибудь разобрался. Но это, что называется, без меня. Я в этом участвовать не хочу. Зачем вы в этом участвовать? Такая вот удивительная тонкая вещь. в этом надо хорошо разбираться. Сейчас я, с вашего позволения, включу вам еще одну очень интересную вещь по поводу Ноаха. Давайте посмотрим с вами. Ноаха. Давно я уже это не преподавал нигде, не рассказывал. Давайте мы сделаем покрупнее. Оно того, мягко говоря, достойно. Как вы видите, это текст, замечательный текст Цефира Зога. А в главе Ноаха. Прямо вот на этот пасу, на котором мы остановились. Воях Эль Ноах. И начал быть Ноах, ну или осквернился Ноах. Иш Адама быть человеком земли, Ваита Каром и посадил виноградь. Ну, дальше там Ваеш на Эн Ваиш Кар, да. Пил вино и опьянел со всеми известными последствиями с заголением внутри шатра. Что написано в каббалистической книге на эту тему? Почему я позволяю себе вот брать такой кусок из зогара и вам его читать? Кто еще позволил мне преподавать каббалу? Это совершенно не страшный кусок. Вы знаете, в зогаре и в тикуней зогар и в других каббалистических книгах есть куски, которые можно цитировать, в которых ничего такого катастрофически сложного каббалистического нет. Конечно, это глубочайшие вещи и они более чем достойны сложного и серьезного такого детального разбора, но разумеется, это никакое не преподавание каббалы. Раби иуда в раби йоси, два наших великих законодателя, наши Танаим рассказывают нам. Откуда взялся этот виноградник? Хад Амар один сказал Миган Эден Ит Тарахт Ит Тарахт Панч, это как вы понимаете все арамейский язык, да? Из райского суда был изгнан. Почему? Райского сада суда я сказал, уже оговариваюсь в конце рабочего дня. Из райского сада был изгнан, что значит изгнан, но как в другом месте тоже в зогаре написано Ноах сидел на берегу реки и увидел как плывет эта удивительная виноградная лоза, мы с вами это упоминали. То есть это была виноградная лоза, которую мы специально подставили из райского сада. Есть другое объяснение, которое говорит, что в данном случае имеется ввиду, что дерево познания добра и зла было изгнано из райского сада вместе с первым человеком. Есть такая идея. Сложная идея, красивая, интересная идея, заслуживающая самостоятельного разбора. Идея изгнания древа познания вместе с первым человеком из райского сада. Что это вообще означает? Как это нам следует понимать? Какие выводы нам следует из этого делать? Это совершенно отдельный разговор. Но тем не менее, эта лоза как бы очевидный кусок древа познания добра и зла, который был подсунут Нуаху в качестве испытаний. Это первое. Вен наци флаг аха и поставил ее здесь, посадил ее здесь. Один сказал, другое мнение. На земле был. Это просто был обычный виноградник. И вырвал его. То есть Нуах вырвал виноградник какой-то, который рос до потопа. Спрятал его у себя в ковчеге. Вешатал и посадил пересадил его. Шаталь вот это вот слово означает на еврейском языке часто пересаживает с одного места в другом. Убагагу йома и в тот день ну это уже по всем мнениям что это было удивительным таким явлением явлением которое как раз и привлекло внимание ноха авад и вин сделало ростки вяница лав вин и произрастила цветочки вяновин и виноградина. То есть фактически на глазах человека на глазах ноха который посадил этот виноградник он начал плодоносить и там за какие-то часы вместо недель или месяцев я уж не знаю честно говоря насколько быстро растет виноград но буквально за какие-то часы он выдал плоды удивительные плоды которые конечно потрясли ноха и он их выжимал и пил вина и опьянел ну сам факт конечно здесь очень интересен потому что когда мы выжимаем с вами виноград мы с вами получаем не вино и это надо очень хорошо понимать замечательное рамеческое слово хамра вино оно получается после процесса брожения что значит выжил виноград и что так же как быстро вырос виноград так же быстро забродило вино и он его выпил по всей видимости речь все таки идет про сок как бы но сок этого особенного винограда оказал на ноха совершенно другое воздействие ужасно катастрофическое ну и на эту тему уже рассказывает главный мастер главный профессионал рассказывает что произошло раби шиман естественно в таких случаях когда нужно сказать что-то самое главное самое принципиальное вступает в разговор раби шиман бар юхай основной составитель это великой книги раза де хохмата игу гаха тайна мудрости это тут бегай кра в этом стихе здесь очень глубокий момент когда раби шиман предупреждает зогаря он естественно часто предупреждает об этом зогаре что здесь есть раза де хохмаса тайна мудрости это означает что нужно покрепче сесть в кресле нашего летательного аппарата устроиться поудобнее готовиться к пониманию какого-то очень очень сложного глубокого момента кат когда ба ноах должен был ноах ле мивдак быть проверенным бе гагу хова в том грехе де бадак адам арешон что был проверен первый человек ну уже сама фраза настраивает на совершенно определенный латы направляет на совершенно определенную сторону когда нужно было ноаху быть проверенным тем самым грехом которым был проверен первый человек и тут уже там запятая и так далее дальше уже какой-то будет рассказ на эту тему но уже начал показывать что ноах как мы с вами говорили в начале новой цивилизации в начале версии номер 2 должен был быть так же проверен как адам в начале версии номер 1 потому что ноах занимал место адам 10 поколений от адама до ноах и 10 поколений от ноах до авраама то есть просто занимал место адам первый человек так что лав ле ит даб ка дэй не для того чтобы приклеиться к нему говорит раби шима нам что ноах не собирался прикрепиться к греху может быть адам тоже не собирался может быть когда адам прикреплялся к первому греху связывался с этим элементом зла он делал это не по злому умыслу но в результате получилось именно это то есть адам он как бы нитбак прилепился к стороне зла в момент когда был проверен в райском саду у ноаха оказывается говорит раби шиман и это элемент той тайны мудрости о которой раби шиман говорит у ноаха была другая задача какая эла но леминда узнать улиаткна алма и исправить мир познать и исправить мир вот она задача леминда улиаткна алма могучий арамейский язык своих известных формулировках объясняет нам в чем была цель ноаха тогда когда он сажал этот виноград то есть он понимал что он делает он по всей видимости прекрасно понимал что это лоза и от дерева познания добра и зла и он хотел познать мир и исправить мир с помощью этой лозы что это означает конечно нам с вами вряд ли удастся ответить то есть ну на моем примитивном простейшем уровне понимания книги зоуров поднять такую тему совершенно не представляется возможно но идея общая в том что с помощью дерева познания дат знания добра блага и зла но хотел таки познать благо и зло то есть понять смысл этих категорий в приложении к мирозданию на секундочку задача как вы понимаете глобальная и архисложная понять категории добра и зла в их абсолютном значении что есть благо и что есть зло в абсолютном смысле этих слов просто распределить по полочкам где что находится это наверное абсолютный акт познания мира так по хорошему если подумать то есть то есть если человек смотрит на какую-либо ситуацию на какой-либо объект в нашем мире и точно знает как в этом объекте сочетаются категории добра и зла к какой стороне мира в большей степени относится этот объект что в нем перевешивает благо или зло наверное это и есть основной момент понимания мира то есть человек который обладает таким знать такого человека нет сразу давайте будем честными друг с друг но человек который обладает таким абсолютным пониманием добра и зла ну я не знаю но может быть вот может быть вот этот человек раби Шимон Бар-Юхай обладал такими там я не знаю царь Соломон Моша Рабейна я совершенно не имею никаких полномочий чтобы рассуждать на эту тему и сказать что там вот этот да этот нет но в любом случае это какой-то совершенно запредельный уровень это вот это слово лиминда узнать а ну и после этого ну знаете до кучи лят канал исправить потому что если ты знаешь где что находится в какой пропорции находится зло и добро где так можно приступать одеваться в защитный костюм да и начинать очищать от вируса зла этот мир ходить как эти ходят знаете в этих защитных костюмах на всякий случай в интернете все остается надолго я сейчас преподаю этот урок в страшную эпоху коронавируса да так вот так вот взять и начать во все стороны прыскать каким-то составом и очищать мир от зла неподъемная задача который поставил перед собой но конечно он был совершенно выдающийся человек и наверное у него были основания для того чтобы перед собой ставить такую страшную задачу говорит раби шимон валу яхиль и не смог не справиться при соприкосновении с этим знанием перегорело все транзисторы знаете так в мозгу все перегорело не сработало говорит раби шимон сахат выжила на вин виноградины лемивдак проверить провериться баукером с помощью того виноградник понятно как первый человек был проверен просто первый человек может быть не так уж прямо с открытым забралом шел на это все а дай-ка я все это сделаю и исправлю мир может быть у первого человека и не было такого намерения может быть это все-таки была действительно такая страшная ошибка которую он допустил киван де мата ле гай поскольку он дошел до этого ну мы конечно никогда не узнаем ну то есть оценивая свои силы адекватно мы не не узнаем с вами точных объяснений вот этого вот вот выражения мата ле гай мата ле гай когда он дошел до этого до чего он дошел что он там конкретно видел чувствовал в момент потребление плодов древа познания добра и зла как это все работает как у него все там эти пробки перегорали как процесс у него шел но тем не менее пожалуйста ваишкар ваидгаль и опьянел и открылся что значит открылся было гавелэй хейла ле мейкам и не было у него сил устоять он получил слишком большую дозу интеллектуальной радиации в гинках ваидгаль из-за этого он открылся что значит открылся говорит оказывается зоор гали пирца де алма открыл пробоину в мире де гаве сатим которая была закрыта мало того что он не исправил он испортил пробоину открыл в мире и эта пробоина как поскольку святое место пусто не бывает заполнилась силами зла мгновенно то есть желая исправить мир как будет много-много раз происходить в истории именно желая исправить мир человек этот мир разрушил жуткая пробоина образовалась в судне мировом беттох агала внутри шатра его написано тут точечка между ламедом и гэем находится между этими два буквочками сверху это его шатер а на самом деле написано с буквой г как мы с вами говорили это ключ к всему к тип бэгэй написано с буквой г ве альдо к тип и поэтому написано мишлей про про это дело вальтикраф эльпетах бейта не приближайся к входу в ее дом с гэем тоже ее дом дом женской стороны зла так же как есть шахина присутствие женское начало присутствие бога в этом мире в этом мире так и леавдельмель и абдул не рядом быть помянута есть присутствие зла в этом мире кривозеркальное отражение божественного присутствия и он оказался но беток агала внутри ее шатра дегагу керам того виноградника это был совсем совсем не тот виноградник и совсем не те последствия то есть он совсем не в ту мистическую дверь попал куда собирался оказался полностью в распоряжении зла именно поэтому у него все перегорело он валялся кегам надобный арон по виду этому сыновья арона немножечко вас чуть-чуть буквально на пару минут задержу чтобы дочитать по виду этого сыновья арона да тани наше мы учили шиту и я ингау напившимся вином были сыновья арона надав и авиу зашли в храм с жертвоприношением в состоянии подпития в химан и кто я евлон хамра дал им вино дагу от арли мишты чтобы в том месте его пить кто вам еще позволил перед тем как зайти в храм пить вино что это такое вообще никакого вина там не было в прямом смысле этого слова то есть оно конечно было но это не совсем то вино и не совсем те простые категории которые нам кажутся и салки да это если ты поднимется в твой разум да инун ха ци фингаву что они были наглецы надо обавил сыновья арона праведники да раву хамра что они напились вином говорит раби шиман лав гахи не так неправильно это не были они да бог банальные пьяницы эла вадай но конечно мегагу хамра рава от того вина напьян то есть они каким-то образом сыновья арона тоже получили доступ к тому поразительному напитку который получается из того волшебного винограда то есть они оказывается тоже хотели как это лиминда уляткина алма познать и исправить мир легтив как написано ваяк риву левны ашем эш зара и принесли они перед богом огонь чуждый вот оно ключевое слово зара чуждый огонь принесли ктивгаха написано здесь эш зара огонь чуждый принесли сыновья арона ктивгатам и написано там лишь морха миша зара чтобы хранить тебя от женщины чуждой от женщины чуждой что такое женщина чуждой это как раз та самая женская сторона зла здесь имеется ввиду царя шламо в мишле в притчах его вы кола хат мила и все одно дело говорит раби шим иноах и сыновья арона попытки познать и исправить мир войти туда куда не надо и в итоге ты оказываешься не в светлом мире познания а в ее шатре во власти зла выхэнки гавна дой по виду этого ваешт минаяин ваешкар ваедгаль напился от вина и опьянел и открылся внутри шатра вот такая замечательная веселая история изложена в зоре конечно я постараюсь все-таки сказать в начале следующего занятия но не вначале занятия вначале отдела говорящего про немножко больше на эту тему чуть-чуть яснее сказать об этом странном удивительном вине об этом потрясающем винограде об этом во всем процессе познания который здесь зогоре имеется чуть-чуть приоткрыть завесу на всеми этими темами насколько я по скромнейшему своему разумению смогу это сделать потому что вот в таком виде нам конечно тяжело будет оставаться потому что уж очень это сложный уж очень это зашифрованный текст мы немножечко попробуем все-таки его дешифровать хотя бы чуть-чуть и за всем я всем желаю только хороших новостей и прекрасных грядущих дней в этот сегодняшний новый год деревьев сегодня Тубешват всего самого на лучшую До свидания.